Но пока вот, уважаемые гости, первый вопрос, который я вам задам. Рома, зачем им Роман Цымбалюк это так было? Почему так было важно России вернуться, как вы считаете? Слушайте, мне кажется, очевидно, вот лица, которых вы перечислили, они устали от тульского пряника, они хотят вкус французской булки. И поэтому все так рады, потому что все эти лица, многие из них в санкционных списках, и фактически с 2014 года не были в Европе. И, естественно, это здорово, клеймите проклятый Запад, но, как известно, те, кто его клеймят, почему-то при первой возможности туда едут. Ну, если серьезно, понятно, что немножечко ситуация в самой Европе изменилась, и вот это возвращение, вот в том виде, как оно происходит, мне кажется, главная причина смены акцентов, потому что вот таких не заявлений, там, того же Толстого, не смейте читать нам лекции, если вы нас обидите, то мы громко хлопнем дверью и уйдем. Вообще-то это похоже на унижение Европы, если так называть вещи своими именами. Потому что страсти страстями парламентская ассамблея, по сути, она же не принимает каких-то обязательных для выполнения решений. Это такая рекомендация, рекомендация здравого смысла. Совещательный орган. Да, но, ПАСЭ, это же что у нас? Это же совесть Европы. И вот, по крайней мере, в немцы воспринимают именно так. И сейчас, я так понимаю, они решили вытереть об эту совесть все, что только можно. Не знаю, может быть, Леонид Слуцкий, он там больше в этом разбирается, если вы, ну, все мы знаем его, бэкграунд. Но похоже на это. Потому что даже такой менторский тон, что вы там нас учите, такое впечатление, что они хотят, в принципе, того же, что от Украины. Чтобы все встали на колено и извинились перед Россией за то, что посмели называть Россию агрессором, посмели называть ее страной террористом за сбитый Боинг. Ну и там масса этих пунктов, которые, ну, там же 7 резолюций было по Украине, начиная от моряков, заканчивая Крымом. То есть они рвутся для того, чтобы это признание, ну, во-первых, для себя, любимых, а во-вторых, для того, чтобы это признание выдать за то, что Европа начинает раскаиваться в своей жесткой политике по отношению к Украине. Самое главное, что вот это, ну, это объективно, дипломатическая победа России, как тут ни крути, они возвращаются, это будет подано внутри страны, что Путин все-таки прав. Он, мы и так как бы знали тут в России, будет рассказывать российский телевизор, но вот, кажется, даже Европа дрогнула, Меркель, Макрон, все они осознали величие нашего президента. И необходимость России, чтобы без нее как без рук. Да, чтобы вести диалог, но, опять же, заявления россиян говорят о том, что они хотят вести диалог только таким образом, чтобы была признана российская точка зрения. Да, да. Почему вы считаете, что Европейские парламентарии снова вернули Россию? Потому что ведь ничего не изменилось, правильно, Роман? Ничего же не изменилось за эти пять лет. Их исключали за то, за что ничего не поправлено, правильно? Ничего, они не выполнили ни одно условие, за которое их исключали. Именно так, поэтому страны, которые были перечислены, ну, скажем так, болезненно это воспринимают. Но, насколько я понимаю, что вот в этой ситуации, которая сейчас сложилась, там, самые локомотивы Европы, они думают, ну, раз ничего на Востоке не меняется, раз Путин не идет на диалог, это значит, что мы фиксируем сегодняшний статус-кво и будем в рамках ПАСЭ, в том числе, говорить русским, хватит стрелять, мы будем также принимать эти резолюции, потому что это возвращение россиян туда не значит, что не будет этих, опять же, резолюций, которые рекомендуют что-то там Путину сделать или не сделать. Вот в этом, как бы, по-моему, логика. И, естественно, тут же, если смотреть на эту ситуацию еще шире, и, ну, скажем так, когда все начиналось, допустим, тоже единство трансатлантическое, так называемое, Соединенных Штатов и Европа, ну, совсем было другое. Сейчас, фактически, Запад, он уже не говорит одним голосом, как было в 2014 году. И, то есть, если это все рассматривать как один из элементов вот этой вот геополитической ситуации, то логика в этом есть. Понятно, что немцы теперь хотят стать главным распределителем российского газа на европейском континенте, и все к этому идет. И, по-моему, вот такая логика. Ну, и, наверное, один из таких все-таки пунктов, что, как обычно, понятно, что это решение, это комплекс факторов, но один из пунктов, что Россия, как обычно, начала терроризировать или угрожать своими гражданами, что она выйдет из Европы, не будет признавать юрисдикцию европейского суда по правам человека, и тем самым вот эти вот россияне, и не только геи в Чечне, про которых было сказано, а вообще останутся, ну, фактически один на один с европе... простите, с так называемым российским... Мы вам угрожаем тем, что они с нами останутся один на один. Да, российским правосудием. Это, ну, как бы, схема достаточно эффективно работает, потому что в случае чего от российских контрмер, так называемых, в первую очередь, они бьют по российскому гражданину и рядовому, ну, в связи с тем, что у него права голоса тут особо нету, то все молчат. Но вот насколько я понимаю, что вот настоящие российские правозащитники, они были шокированы фактом того, что Россия может перестать исполнять решение СПЧ. Вот это вечное, то есть это вот пластинка этих людей, этот Калашников, Слуцкий, Толстой, она вечная. Это пластинка о том, что Украина, это не самостоятельно, что она управляет за эти оскорбления в адрес Запада. Она вечная. Это еще мы самую мягкую, то есть мы просто вот наугад выбрали. Это даже недолго искали, это просто первое попавшееся. Если посмотреть за пять лет эти шоу, это будет очень страшная нарезка того, что они там говорят. Кому я рассказываю? Людям, которые с ними в этих шоу стоят и слышат. Вот вы сами слышите, физически ощущаете, какой ужас исходит от этих текстов. Тут вас уговаривать не надо. Но тем не менее, эти европейцы все равно идут на то, что... Я вот одного не могу понять, что именно с этими людьми, которые вот так ярко себя проявили на российской, ярко в кавычках, внутри политической арене, они садятся с ними на одну скамейку. Вот почему российской делегации, ну, не хотя бы не обставиться, было бы, ну, более нейтральными персонажами? Зачем ей нужно было одиозного Слуцкого толкать в эти... Вот это как вы объясняете? Толкать вице-председателя этой организации. Мне кажется, здесь все очевидно. Сейчас Кремль, Россия почувствовала кураж, почувствовала, что европейцы прогнулись. И они занимаются... Ну, вообще-то, наверное, лучшее слово, чтобы это описать, это называется унижение. Унижение кого? Унижение Европы. За то, что она посмела в 2014 году осмелиться делать какие-то устные замечания по поводу того, что российские военные убивают людей на востоке Украины и захватывают территории других стран. Вот в этом, наверное, есть смысл главный. И единственное, что я думаю, вот сейчас, когда они туда вернутся, это же не значит, что теперь все резолюции будут написаны... Это не значит, нет. Возможно, тут идея такая, чтобы они вернулись, да, заплатили эти 30 миллионов долларов годовой евро взнос, ну и дальше будут пытаться воспитывать в кавычках Россию, но только с их присутствием. Но, опять же, по тону, который мы слышим, ну, смотрите, вот даже самотональность российских депутатов в такое впечатление, что они туда не в ПАСе приехали, а на войну. Они, вот, ты в голосе чувствуешь, что у них вот, они бьют вот этот военный барабан, а сейчас мы нам научим эту пропащую Европу, да, или как это, похищение Европы. Мы вам сейчас изобразим, как это будет выглядеть. Будете облизывать лапки нашему русскому медведю или делать что-нибудь там, педикюр ему. По-моему, так. Леонид, а вы как объясните, почему им нужно было... Мало того, что их не пускали, их только-только, вот вроде бы вот на волоске их допуск, и они с Луцкого, вот с Луцкого. Ну, потому что, ну, Роман совершенно прав, но это очевидные вещи, да? Они хотят унижения, публичного унижения. Ну, довольно, к сожалению, единодушное мнение, есть ощущение у людей, правда, Роман? Вы бы как ответили на этот вопрос, если бы к вам корреспондент обратился в нашу Киевскую бюро? Ну, наверное, примерно так. Единственное, что я бы хотел поправить, этот вопрос, он очень такой показательный в том плане, что вот мы все-таки такая страна внутренне ориентированная. Все ищут проблемы в себе, и еще думают, что, может, наши что-то не так сделали, и поэтому Европа ведет себя по-другому. Ну, просто то, с чего мы начинали, что мир намного шире, и решения принимаются всегда, там, какое-то, как, не знаю, как с авиакатастрофами. Там должно сойти 10 факторов, если чего-то одного не хватает, решение не принимается. И решение по ПАСЭ, оно же принято давно. И, да, действующей делегации, действующему парламенту удавалось при предыдущем президенте как-то этот вопрос блокировать, но все понимали, что ситуация изменится. И тут, как бы, важно понимать, что вот кто-то жалуется, что Россия не выполняет резолюцию ПАСЭ, да, она вообще ничего не выполняет. Этих решений, есть и морской трибунал по морякам, и стокгольмский арбитраж, и другие судебные суды разной юрисдикции, на которых, по большому счету, МИД российский, Кремль написал, нас это не касается, а если вы не согласны, то смотрите, мы вам покажем нашу ядерную бомбу. Я, вот знаете, у нас секунды остаются, Сергей, я бы все-таки хотела, чтобы вы вот на последних секундах сказали, все-таки означает это уменьшение поддержки, вся эта неприятная история, или все-таки не означает не придавать ей такого большого значения, одним словом? Ну, смотрите, буквально день в день совпало продление санкций Европейского Союза, где решение принимается единогласно. Мне кажется, это ответ. Это ответ, да, это ответ. Не впадать, не впадать в отчаяние, санкции продлены. Это был ответ. До свидания.